Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мать, вставай. Что вы там делаете? А ну, пошли быстро в класс. Чамбей. Ой, идите нахуй со своей рекламой, поняли? И вообще, может быть, на моем примере вы сделаете выводы и задумаетесь? Ребята, никогда, пообещайте мне, никогда не выходите на улицу в дождь без зонта. Вы посмотрите, что случилось с моими волосами. А это все радиоактивные вот эти дожди. Это все вот эти выбросы. Это все Илон Маск, Обама. Ебранные галки. Что ж вы сделали с головой моей? Мать, массажирует одну ногу уже где-то час сорок. Такое ощущение, что парализовало ее нахуй. О, все, закончил. Слава богу. Вы уже видели OneState? Это новая онлайн-игра, а не какой-то клон GTA. В игре каждому дают бесплатный бизнес для прокачки с большими возможностями для заработка. В игре своя карта, настоящий Лос-Анджелес. Плюс множество необычных профессий и работ. Обязательно скачивай игру по ссылке в описании и забирай промокод. Приятно просто до опизденения. Приехала целая фан-группа, прикиньте, ко мне в гости. А девочки просто сейчас немного скрыли. У них прямо на сиськах зубарев было написано. Они вот так вот забежали с плакатами, с трансфарантами. Пацаны то же самое, только они на сиськах, она... Ну, короче, блядь. Пересниму еще один кружок. Во-первых, пришла Катя. Ну, в поисках потенциального ебаря себе, видите? Из пацанов. И один пацан не попал в кадр, поэтому да. Поэтому вот весь-весь движ. А этому похуй еще пить, прикиньте, всегда. Не за что, дети. Не за что. Держитесь крепче, блядь. Брат, брат, давай, газуй. Можно начинать. Погнали, нахуй. Погнали. Только ебани так, что километров 70, чтоб нахуй аж волосы назад. Погнали. Та есть же, блядь. Та есть же. Погнали, ебан. Вот это отдыхаем с ребятами, блядь. Пошла посылочка. Заказывал, знаете что? Чтобы рыбки с кайфом... Смотрите, кораблик, типа, затонувший. Класс, да? Смотрите, пробоины такие вот, типа, они в эти дырочки могли заплывать. Заплывают ли рыбки, как вы думаете? Нет, им поебать. Зато улиток здесь такой движ, вы шо, ля, пати прям. Если котику на лапке наклеить наждачку, то он сможет не только мыться, но и бриться. Доброе утро. Наверное, сейчас опять какой-то магнитный Меркурий, потому что вот прям чувствую, что устал с утра. Только открыл глаза, уже заебался, нахуй. 470, нахуй, юаней. Это дорого, брат, сливай. Сливай обратно. Нет? Видели, есть такой мелкий, типа, песочек, ну вот как галька морская. А есть прям шарики большие. Ля! Ебать кайф, да? Я бы сейчас залез бы в эту хуйню, отвечаю. Я не помню, есть ли здесь люди, которые уже очень долгое время со мной, но именно в этом заведении начался тренд «дам в жопу за еду». Именно в этом заведении я первый раз крикнул, блядь, повар, иди сюда, и это вкуснейший суп в мире. Даже после стольких лет. Всегда. Ну а более глобальный оборот, тренд «давание в жопу за еду», конечно же, уже был здесь. Вот это легендарное место. Салам алейкум, мать. Вот здесь вот они готовят, блядь, заворачивают их. Гляньте, уже машину сделали для лепки. Сука, а раньше руками крутили. Раньше руками. Ушла эпоха, блядь, ушла. Пиздец, конечно. Ой, какой ужас, блядь. А что у вас? Здравствуйте, девчонки. Умер кто-то у вас? Нет? Блядь, трусы разъебалово. Посмотрите вот этот цвет. Мне прям очень нравится расцветка. На стиле, блядь. А вот это, смотрите, они аж из марли сделаны. Ну то есть настолько дышат яйца, аж... Аж полной грудью вдохнуло яйцо твое, охуеть. Распаковка, нахуй. Так, что это такое? Это деревянные палочки, пропитанные мятой кошачьей. И в средине какая-то игрушечка. И вот вроде бы говорят, что... Ты что, ты серьезно? Подожди, я только начал, блядь, говорить, что ты кайфанешь от них. Ебать! Ля! Кот-наркоман горе в семье. Гражик. На. Ну поиграйся хоть и ты, хуйня. Ты, полудурок, иди поиграйся тоже. Похуй ему бы паштета чуть-чуть наебнуть. Никаких игр. А гаражу всегда все нравится. Всегда все наперло его, блядь. Слышите, я не помню, чтобы на моей памяти было такое в Китае. Хотя однажды было на юге. Но какого хуя в Лени? Ведь он находится в центральной части Китая. Ни на юге, ни на востоке, где экстремально жаркие погоды. Экстремальные температуры, прикиньте. Вот прям в погоде написано, приходит оповещение от оператора. Да, гараж, я сам охуевший. Не выходите на улицу без надобности. Вообще не появляйтесь на улице. Экстремально высокие температуры. Это пизда. Страшно, ребят. Мы не знаем, что это такое. А что дальше будет? Пиздец. А яйца какие дорогие стали. А гречка. Слушайте, я думал, я брутально выгляжу с бородой. Ну, типа мужик такой. Мне сестра пишет, побрейся, ты как ВИЧ-инфицированный бомж. Да и за что нахуй? Ну, реально, вы посмотрите, красота. Просто пиздец. Сука, как какая-то сказка. Ля, атмосфера. Ебать. Ебать. Он внутри, напичка нашей электроникой. Понимаете? Оно все горит, раскрывается. Шлем железного человека. Иди нахуй. Ля, нахуй, говорю, иди. Шлем железного человека тоже ж на электронике. Вы поняли? Внутри, смотрите. Там целая, блядь, система. Он светится жестами, открывается сам. К сожалению, сука, ну нету зарядки. Не, эту хуйню я точно не куплю. Каким бы я долбоебом не был, вот это уже... Ебаный рот этой лапши. Ебать, какой кайф. Ебать, какой кайф. Насмотрелся я, как проходят IQ-тест, всякие гениальные долбоебы, недопонятые гении. И тоже решил пройти. Вот сейчас прохожу, сейчас уже 22 вопроса. И какой же я тупой. Какой же я тупой. Но я сейчас обязательно поделюсь результатом. Ну, черти, сука. Я потратил час своего времени, прикиньте. Ну, 50 минут. И в конце они говорят, а оплатите 9.99, мы вам скажем. Вы тупой или нет? Мне кажется, если я оплачу, я тупой. У нас есть рабочая группа театра в Вичат. Там, в общем, учителя, рабочий состав, руководящий состав. И вот сейчас они скинули... Не хотите ли на оперу прийти в 19.30 сегодня? Китайская опера. Прикиньте, 4 часа нахуй сидеть и... Я ебнусь головой, блядь. Ну, вы... Кто-то был когда-то на опере? Это, сука, это прекрасное место, чтобы поспать. Отвечаю, прекрасно. К охуенным новостям. Я все-таки вышел на улицу. Вторая охуительная новость. Я побрился, как лишайный бомж теперь. Не просто заросший, а лишайный бомж. Кусками прям. И третье. У нас хуадон. Что такое хуадон? Это своего рода ярмарка на территории театра. Пошли, сделаем обзор всей этой хуйни. Естественно, все вам покажем. Пошли, мои хорошие. Пошли, котики мои любимые. Что тут нахуй? Кокосы и арбузы. Ебать, с лицом арбузы. Я не ожидал. Мать, я не ожидал. У арбуза лицо есть. Дальше. Мать жарит курочку. Гуда. Гуда, да? Говорит, вари Гуда. Прикиньте. Я не ожидал такой хуйни, что все прям вари Гуда. О! Вот это красиво. Без понятия, что это за хуйня. Но такой, знаете, вот элементы декора. Эстетик. Обожаю такую штучку. Мать, ты красивая? Ага, привет. Пошли дальше. Так, здесь какие этажи. Ага. Хот-доги. Хот-доги? Ебать, брат. А я только поел. Я понял. Спасибо. Так, бамбуховые. А, я понял. Сюда сок наливают тебе и добавляют всякие штуки. Это прям с бамбука чашечки. Прикиньте. Прямо из бамбука. Я понял. Ну, в общем, вы поняли. Основной упор это хендмейт изделие. То есть, изделие, сделанное своими руками. Смотрится это просто охуительно. Вот. Особенно все деревянное и из камней. Бусики, браслетики. Блядь, просто потрясающие. Лядь, эти вообще с орешков. С орешков маленьких. Нихуя себе. Сесе. Очень красиво. Вы сейчас охуеете. Собачка сделана своими руками. Прикиньте. Себечек, привет. Тебя долго делали. Лядь, ты как настоящий. Как настоящий. Прикиньте. А собачка сделана тоже своими руками. Так, ладно. Пошли дальше. Девочка своими руками сделана. Так, мороженка. Напитки. Тут что? Ногти ебать, девочки. Записываемся на ноготочки. Сегодня акция. Пожалуй, вот такие себе выберу. Просто разъебала вообще. Ладно, пошли дальше. Фу, блядь. Как же тепленько, знаете. Я вспотел даже там, где не потеют, блядь. Знаете, кто я? Тупо вот этот медведь сейчас. Прохладительные напитки. То, что надо. Вы посмотрите, как китайцы закрываются от жары. Полностью кофты с рукавами спортивные. Вы посмотрите, и капюшоны. Полностью закрытые. Не дай бог, хоть капля солнца попадет. Ты что? Это же сразу кожа по пизде пойдет. Ладно, пошли дальше. Тут, в принципе, территория нихуя себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Ля. Вот это сила. Да здравствует партия. Игрушечки фарфоровые. И посуда. Посмотрите. Кайф. 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 Тут, чтобы ебать, кролики. Рил. Кролички. Вы булочки такие сладенькие. А что это? Это говно или вы? А, вы это едите. Блядь, ну, конечно, на жаре держать кролей, это пиздец. Деревянные. Ля. Ля, поделки какие. Смотрите, расческа какая. Какая крупная. А как раз для меня. Блядь, ну, это очень красиво. Прям очень красиво. Посмотрите. Посмотрите. Ебать. А, им положили ледик. Смотрите. Прямо упаковке льда положили кролям. Вот это да. Мальчик, не суй руки кроликам. Не суй. Смотри, меня однажды укусил кролик. И все, я навсегда остался дураком. Не суй. Прямо упаковки. класс а шо это а это дракон или нет или дракон или петух я пока не пойму на что мне намекает мужчина до дракон какая красота все мужик царь я покупаю дракона сессия нихуя себя держи я буду кушать дракона сейчас красиво вы поняли это сожженного сахара помните как раньше наши бабушки и дедушки делали зайчики волки и прочее как твою мать отец ну что ты запаковал я сейчас ну я же криворукий ебать ходят слухи что он до сих пор распаковывает дракона это ебать ебать ну шо попробуем в куске слаблять булочка ты будешь конфетку конфетку будешь а нельзя я буду ебать вы посмотрите это же гараж тупо белые лапки галстучек и сметанка на носике один в один прям гараж ни хуя себе смотрите глазки какие один коричневый другой голубенький ты моя шладкая ты моя шладкая булочка какая красивенькая один из самых дорогих кофе в мире получается вот эти зверьки едят кофейные зерна дальше они их высирают блять прикиньте из говна вот этих зверьков делается кофе я вам причем я не ровлю я сейчас на полном серьезе здесь еще очень много всего интересного но на этом наша экскурсия заканчивается потому что я рот ебал этой жары очень жарко я классный салат правда все давайте прощаться экскурсия закончилась потому что мне жарко если вам это понравилось ставьте лайки пишите комментарии давайте пока пока